Очередь в кабинет к мамологу небольшая, но не потому, что нет желающих пройти обследование и получить советы специалиста. Из-за эпидемической ситуации женщины приходят строго к назначенному времени. Акция в поддержку женщин с непростым диагнозом проходила в Брестском областном онкологическом диспансере. Среди тех, кто к вопросу собственного здоровья подходит основательно, брещанка Оксана Тараданова. Посещаю гинеколога периодически, ну и соответственно при одном из посещений обнаружилось некоторое несоответствие здоровью. И порекомендовали пройти УЗИ, после которого УЗИ порекомендовал мне пройти наблюдение у мамолога, сделать мамографию в груди. Вот так я попала сюда, в этот онкодиспансер. Ну и теперь каждые полгода стараюсь проходить эту процедуру, чтобы не запускать. Но пока, слава богу, все хорошо. Спасибо врачам. Сегодня рак молочной железы у женщин занимает лидирующие позиции. Ежегодно в области выявляется более 600 таких случаев. Цифра внушительная, но стоит отметить, что выявлять данное заболевание на ранних стадиях стали намного больше. А потому смертность от рака молочной железы за последние 10 лет ощутимо снизилась. Наша обязанность – помогать женщинам. Сегодня мы можем им предложить ультразвуковое исследование. Женщины, которые приходят на прием после осмотра, практически при необходимости мы их направляем на УЗИ, также могут выполнить маммографическое исследование. После этого также получают полноценную консультацию. Как отмечают специалисты, большая часть женщин с диагнозом рак молочной железы в возрасте от 45 до 60 лет. Для улучшения ранней диагностики проводится маммографический скрининг. Сейчас на вооружении медиков Брестской области имеется 14 маммографов практически в каждом районе. Еще два закупят в ближайшее время. Но первый шаг на пути к жизни без рака – самостоятельное обследование. Хотя бы раз в месяц, а лучше два раза в месяц, проводить самообследование. То есть правильно ощупывать молочные железы, подмышечные лимфоузлы, надключичные лимфоузлы, обращать внимание на цвет кожи, изменение этой кожи, уплотнение, появление покраснения, отечности, изменение формы, выделение сосков. И сразу обращаться к специалистам. Еще пару лет назад диагноз рак был приговором. А сейчас при раннем выявлении данной патологии, при наличии надлежащей диагностики и лечения, рак молочной железы можно вылечить с высокой степенью вероятности. Продолжение следует...